Этот автомобиль Михаил с отцом покупали в 2000-х, чтобы ездить на охоту и рыбалку. Два года назад отца не стало. С тех пор машина стояла без дела. До недавнего времени. Приехали ребята, говорит, продай машину. Я говорю, вам зачем она нужна? Они рассказали, чем занимаются. Я говорю, денег не надо, заберите так. Дело плохое. Все, они приехали, его забрали, начали приводить в порядок. И вот спустя два года машина обрела новую жизнь. Над ее восстановлением трудились жители всего села. Кто-то приносил запчасти, машинное масло, кто-то занимался мытьем автомобиля, ну а кто-то ремонтом. Несколько недель и машина снова на ходу. Мастера восстановили тормозную систему, заменили колеса, световые приборы, поменяли масло. Полностью перебрали всю коробку передач, всю раздаточную коробку. Как бы сделали машину для того, чтобы она передвигалась там и ездила, и не подводила ребят. Как бы там находится мой товарищ, и как бы друг с детства сам, чем мог, тоже помогал. В ближайшее время так называемую буханку отправят в зону спецоперации. Вот так с душевными песнями они кропотливо плетут маскировочные сети. На изготовление одной уходит полтора дня. В планах сплести 40 штук. Такие классные маскировочные сетки. Просто вот закроешь, и ничего не видно. В желании помочь жители села по-настоящему сплотились. Они собираются ежедневно и делают всё, что могут, чтобы согреть мобилизованных земляков теплом родного дома. Жалко ребятишек наших, которые воюют. Просто душа болит, а сердце плачет. А как не помочь? Если не мы, то кто? Мы плечом поём, концерты даём. Когда они получают наши письма, наши подарки, они воспрямят духом. У них настроение хорошо не знает, что за них болеют здесь, что их там помнят и хотят, чтобы у них всё было хорошо. Помощь оказывают адресно. Бойцы с односельчанами на связи. Пришла гуманитарная помощь. Пушку мы уже проверили. Отлично работает. Очень много всего. Пораскрывал, так мельком посмотрел. Думаю, мне ещё полдня тут всё распирать. Благодарность очень огромная. Просто вот это всё. Спасибо. Дарина Халина, Алексей Безделов. Тюменская служба новостей.